Меня зовут Ирина Прохорова, я музейный сотрудник, и больше всего я люблю путешествия, природу, ну и, наверное, разные интересные истории, раз уж я выбрала эту сферу. У меня читающая семья, и поэтому с самого раннего возраста подшивки детских книг, когда я была маленькая, еще не было в таком большом количестве хороших книг в переплетах, но они были мягкие, у них были нежные страницы, очень часто это была газетная бумага, они были тактильно очень приятные, и это было большое количество стихотворных произведений, у речки над водицей, про незнайку и многие-многие другие вещи, на которых росли ребятишки 90-х годов. Тогда, с самого раннего возраста, если даже не читать, погружаться в текст, то рассматривать картинки, и я очень хорошо, отчетливо помню, как меня радовали подарки на разные праздники в виде книг, потому что это ярко, это интересно, это можно рассматривать, это можно читать. И, наверное, с этого же периода у меня любовь к чтению книг не по порядку, что называется, а вот в рандомном месте в каком-то открыть, прочитать кусок, и потом уже погружаться непосредственно в само произведение. Ну, то есть есть некоторый кусок, при богатом детском воображении, он дорисовывает развитие сюжета, дорисовывает то, что было до, и потом, когда читаешь книгу, сверяешься вот с своей какой-то гипотезой. Это оказывалось очень увлекательно. Удовольствие от бумажных книг – это, конечно, что-то особенное. Особенно это важно, когда речь касается изданий с иллюстрациями, это альбомы-каталоги, такие вещи однозначны, только в бумаге надо читать, потому что их надо смотреть в первую очередь. Ну и, конечно, когда покупаешь свежую книжку, открываешь ее, этот звук, еще звуковое ощущение, и перелистывать пальцами, отмерять пальцами объем книги, и чувствовать, как мало осталось под правой рукой – это тоже добавляет ощущение. Поэтому, конечно, бумажные книги очень люблю. Сегодня я расскажу про Льюиса Кэрролла «Алиса в зазеркалье». Это книга, наверное, с которой у меня появилась такая стойкая любовь к фэнтези. Ну, в общем-то, с одной стороны, книга была абсолютно в логике детских сказок, которые я читала до этого, и «Волшебник изумрудного города», и весь цикл «Волково», и «Муфта полботинка, моховая борода» – это вот такие книжки, которые я любила уже в осознанном возрасте детском. В какой-то момент мне попался сборник, он был очень интересный. Там под одной обложкой была «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье», «Ветер в ивах» и очень уютная книга, и «Маугли». Я так понимаю, что это сборник британских авторов был просто. Книга была не очень богато иллюстрирована, и вроде как произведения равнозначные. Но «Алиса в зазеркалье» произвела на меня неизгладимое впечатление совершенно, потому что, с одной стороны, я поскладываю абсолютный гуманитарий, но мне страшно нравится читать и про физику, и про астрофизику, и про квантовую физику, если уж по разделам как-то говорить. Но маленький ребёнок всех этих разделов не знает, но, видимо, уже тогда какие-то склонности проявлялись, и я, наверное, раз на пять перечитала в детском прекрасном переводе. Мне нравилось всё. Не сказать, что это книжка, лишённая логики, наоборот. В ней очень много логики, просто как мы действуем прямо, там всё строго наоборот. И поскольку Льюис Кэролл был математиком, будем называть его авторским именем, скажем так, то, соответственно, белое значит чёрное, чёрное значит белое. И вот ты идёшь по этой книге, которая очень похожа на сновидение, и одновременно, мне кажется, её успех для детского сознания был в том, что, с одной стороны, это сказка, но это сказка про игру, про шахматную игру. Я потом уже читала довольно много всяких разных статей относительно того, как разбирали эту шахматную партию, зашитую внутрь произведения. Но детский ум этого не воспринимает, он видит просто поочерёдный ход, который очень характерен для его повседневной жизни. Игра, и детская ведущая деятельность, и потом уже впоследствии тоже мы от игр не отказываемся в взрослой жизни. Конечно, мне очень страшно понравилось. И фразы, которые там есть, крылатые, когда, например, чёрная королева впервые встречается с Алисой, она говорит, как ты сюда попала и зачем ты здесь. Причём зачем ты здесь, это ключевой вопрос, который, мне кажется, должен задавать себе каждый взрослый. Она про девочку Алису, очень любопытную девочку шести лет, которая попадает в мир зазеркалья. Дело происходит зимой, она сидит перед камином, разговаривает с кошкой, вздыхает, ах, как жалко, что кошка не похожа на шахматную королеву. И смотрит на зеркало и задаётся вопросом, а как же там, вот в том зазеркальном мире, всё ли так, как у нас? И каким-то волшебным образом она принимает решение забраться на камин и проникает в мир зазеркалья. И ей там так интересно и так нравится, что она отправляется на поиски нового, на изучение этого мира. И что самое удивительное, она принимает решение, что раз здесь, раз это игра, а там сразу понятно, что это игра, она вступает в неё пешкой, но она хочет стать королевой. И ей говорят, для того, чтобы ты стала королевой, ты должна пройти его до восьмого ряда. И Алиса путешествует по этому удивительному миру, знакомится с его персонажами, шахматными фигурами. Происходят совершенно неудивительные вещи. Очень много всяких празднопоэтических произведений она слышит. И в конце концов она доходит до этого самого восьмого ряда, оставаясь собой. Это важно. Поэтому очень много таких глубоких вещей, которые для ребёнка, может быть, не столь очевидны, поскольку он воспринимает картинку целиком, а потом уже во взрослом возрасте пересчитываешь, думаешь, ага. Или для того, чтобы попасть куда-то, нужно бежать вообще в два раза быстрее. Это тоже очень похоже на нашу жизнь. Иногда бывает тоже из того, что там есть внутри, для того, чтобы достичь цели, тебе нужно пойти в строго противоположную сторону. Про то, что можно не бояться соединить несоединимое. Это тоже есть. Мы помним «Белого рыцаря», совершенно смешного, нелепого такого, но мы не воспринимаем его как отрицательного персонажа или персонажа достойного осмеяния. Это тоже сильная сторона этого произведения. Он нас просто забавляет, и мы потом впоследствии в жизни тоже встречаем людей, которые, может быть, не очень ловки сами по себе, но это не как в комедиях, когда кто-то падает и все смеяться начинают. Нет, здесь такого нет. И это очень ценно. В общем-то, произведение, наверное, очень довольно широко смотреть на мир и думать, а что же там за зеркалье. Особенно интересно, как Алиса говорила, что же там в том углу, который в зеркале не видно. Я бы порекомендовала эту книжку, наверное, людям любого возраста, потому что нет разницы, когда ты маленький, и ты просто удивляешься невероятной историей, странным приключениям, странным событиям, каким-то неожиданным поворотом. А когда ты становишься старше, ты вдруг начинаешь задумываться, о, здесь очень похоже на то, что пишут книжка про квантовую физику. А вот этот элемент я слышал в песне «Битлз», например. А вот этот элемент я видел в фильме, да, отсылке. Ну и интересно просто иметь дело с текстами этого произведения. Можно ради интереса прочитать несколько переводов. «Алиса в стране чудес», «Алиса в зеркалье». И на разнице этих переводов становится ясно, насколько интересен вообще язык, которым человечество пользуется. И русский язык, который позволяет передавать глубину, и английский язык, на котором произведение писалось. Это вот такое, я бы сказала, такое хорошее упражнение для ума, очень интересное, но не тяжелое. Сама книга очень короткая. Поэтому она скрасит вечер, это точно. Это пища для нашей с вами фантазии. Мы знаем огромное количество, если возвращаться к книге, про которую мы разговаривали, какое количество иллюстраций породили обе Алисы, и какое внимание вообще иллюстрациям отдавал сам Льюис Кэролл. Он искал иллюстратора, очень-очень дотошно подходил к этому вопросу, работал только с одним иллюстратором. И была даже история, когда один из тиражей вышел, иллюстрации там были ненадлежащего качества, и Кэролл отозвал тираж, он был уже частично распродан, отозвал тираж с обещанием заменить на более качественные экземпляры. То есть человечество всегда было очень визуально. И в средние века, когда люди немассово читали, мы опирались именно на картинку в первую очередь. Сейчас ситуация особенно не изменилась, но книги способны нас подпитывать. Они способны давать нам какую-то опору, когда мы взволнованы, или способны дать нам опыт, который не хотелось бы получать в жизни. Лучше получить его из книг. Ну и плюс, помимо всего прочего, это безусловное удовольствие от авторского языка, от оборотов, от иллюстраций, которые очень часто книги сопровождают, ну и от каких-то личных таких поисков и открытий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok